Вообще фестивалю этому байкал-шаман порядка 20 лет. На зале своего возникновения он был байкером-рокерским. Я сам еще помню молодым сюда приезжал пару раз. Но со временем байкеры и рокеры несколько разошлись во взглядах. Байкеры они поздоровшие, грутальнее, понятное дело. Музыкантов, которые физическими упражнениями занимаются меньше, начали где-то щемить. Буквально, в смысле слова. Драки, потасовки, несовпадения во взглядах, споры. В итоге начались конфликты. И байкеры стали проводить свои мероприятия, тем более стали возникать клубы. Клубы-то между собой не могут нести согласия. А здесь как бы с музыкантами, тем более, и вообще все пошли своим путем. Значит, в прошлом году фестиваль вообще не состоялся. Там что-то месту подносят, как Игорь Москвитин, порядка 20 лет назад. Но он коммерсант, финансовая возможность слабая. Можно сказать, фестивали организовывались на коленке, без сцены, без определенного звука. На неприспособленных площадках. Ну, как бы, то у костра, то у самодельная сцена. Надо так грузовик пригонялся. Ну, и то, не смотря ни на что там. Он собирал, скажем, до трех тысяч человек этот фестиваль. Серьезно? Да. Ну, это нормальная цифра. И он, как бы, перерос в оригинальный уровень. Люди, в принципе, знают о нем по всей стране. И приезжают музыкальные группы, и зрители со всей страны. Даже люди были из Монголии, из Китая. У нас, даже вот в этом году, тоже самое. Участвовали группы из Красноярска, СОНУД, из Москвы. Вот номинанты у нас делились. То есть вы уже решили сделать на промышленную основу перевести это мероприятие, да? Промышленную. В фестивале сложно перевести на какую-то промышленную основу. Он, в принципе, в этом году состоялся, потому что у меня, я поднимаю, есть какие-то финансовые возможности. Я занимаюсь строительным бизнесом, арендным бизнесом, гостиничным. Поэтому я вложил несколько миллионов в него. Фестиваль состоялся, прошел на ура, все довольны. В рамках фестиваля прошли спортивные, развлекательные всякие мероприятия. Ну, все это затратно сами поменяете. А основной у вас строительный бизнес? Основной гостиничный и арендный. Ну, строительный тоже, в принципе, в равной степени, наверное. Раньше, я говорю, просто не было, может, видено той же финансовой возможности. Ну, и человек, опять же, где-то в возрасте все-таки, где-то встал, здоровье никто. Ну, в общем, здесь они вот в этом году ко мне обратились. Просто с предложением взять все это в свои руки. Мы организовали парнинский центр «Байкал-Шаман», который так и называется. И как бы половина синопор-комитета, прежнего состава, вошли ко мне в наш парнинский центр. Здесь, конечно, и колюки с моей организацией. Ну, в общем, совместными усилиями мы, я считаю, провели довольно интересное, народное мероприятие, где здесь как бы и бардовские песни, и народные. Конечно, в первую очередь, рок преувалирует, вот группа «Ном» у нас выступила. Осталось очень довольным условием проживания на условиях нахождения атмосферы. Атмосфера, главное, мы сумели переломить предубеждение, что это, если «Байкал-Шаман», то это как бы пьянка, это без света, где-то куста, где-то костра прокопченая, там, как бы негатив какой-то, правонарушение, в этом году ничего не было. Мне показалось, все на техническом уровне было очень здорово. Особенно звук, качество звука, конечно, удивляет, удивляет. Мы как бы все это организовали по высшему разряду, не скупились. И светоэффекты высадили, и звук, что можно самое лучшее, мы привезли сюда. Хотя это, конечно, дорого, но мы как бы в этом году делаем задел на будущее, чтобы себя показать, доказать все, что «Байкал-Шаман» – это то, что надо. А вообще, я правильно понимаю, что, наверное, вот это мероприятие, оно было такое, несколько убыточное, если переводить все это в экономику, да? Но вы полагаете, что в будущем оно будет окупаться, потому что оно уже не может все время давать какие-то убытки, кто-то не будет оплатить за это, конечно, правильно? Само собой, по большому счету, в первую очередь я этим занимаюсь, потому что мне это нравится, это мой стиль жизни. Я сам байкер, я сам играю на баяне, на гармошке. Мне нравится атмосфера, нахождение. Я знал, что, в принципе, здесь я ничего не заработаю. Дай Бог, как бы оправдать вложения, те финансовые, которые у нас вложены. Само собой, мы их не оправдали, я знал, на что иду. Ну, все-таки, по большому счету, любое дело должно где-то окупаться. Вот когда же я занимаюсь музейным делом, у меня два музея. Музей ретро-мототехники, музей авто-мототехники, ретро- авто- и мототехники. Там, конечно, изначально, уже четвертый год, такие там варианты по самоокупаемости, об этом говорить спешку. Ну, сами понимаете. Потому что хорошо, что это есть у меня свои помещения, там, площадью 2000 квадратных метров. Там, понятно, ухудшенная выгода у меня, там, затраты, ремонт экспонатов, покупка экспонатов. Там, я теряю, так сказать, по миллиону каждый месяц. Но я на это сознательно найду, это, в принципе, я делаю благое дело для народа, для города, для области. Ну, все мы нормально, люди патриоты. Понятно, еще вопрос. Вот коллективы музыкантские, музыканты, особенно те, которые издалека, которые из европейской части России приехали, они очень трудно шли на контакт с вами, они в готовности сюда поехали, или были какие-то сложности? Скажем так, в общем, все группы, тем более наши местные, областного масштаба, районных, городских масштабов, они с удовольствием сюда едут, в принципе, по большому счету, люди не бросят себе какие-то гонорары даже, они рады выступить бесплатно. Ну, в любом случае, мы предоставляем бесплатное питание, бесплатное проживание, ну, этого достаточно. Ну, и, конечно, люди надеются получить какие-то призы, подарки, сертификаты, известность, как бы, популярность, потому что фестиваль-то, по большому счету, раскрученный, он пользуется популярностью. Если музыканты говорят, что они выступали на Шамане, это придает им весу, уверенности. А из других регионов? Ну, вот, скажем, Нома, группа из Питера, это же далеко. Нома из Питера, ребята буквально просто согласились за питание, проживание, ну, и там небольшой гонорар, небольшой, я говорю, это гонорар, как бы, у нас такие гонорары берут наши местные группы. А люди приехали и довольны, потому что они посмотрели Байкал, почувствовали атмосферу, они рады, они настолько благодарны. Сказали, хорошо, что мы согласились и приехали, и будем рекомендовать ваш Шаман всем, кого знаем. Отлично. Еще такой вопрос. Вот это место, которое выбрано здесь, оно будет и дальше использоваться, эта площадка? Или вы предполагаете какие-то другие места? Может быть, есть стратегия такая, что и там провести, и там. Может быть, ближе к Иркутску, а может быть, где-нибудь, наоборот, в районе Малого моря, там очень много интересных таких мест. Ну, в общем, понятное дело, вот эти вот все мероприятия, концерты, фестивали проводить, лучше всего на закрытой территории, где, кажется, не будет возможности проскочить, проскользнуть. У нас же менталитет у народа такой, если есть возможность бесплатно, что-то или поставить машину, либо пройти на мероприятие, пролезть, проскочить. Еще поесть где-нибудь? Поесть, и так говорится. Еще и выпить. И выпить. Халява, это у нас нестремимо, поэтому, как бы, здесь независимо даже от уровня материального благосостояния, просто, это мы русские все такие. Я даже за собой где-то все замечал подобное. Поэтому, понятное дело, у нас сложности все, здесь база, как бы, она не имеет практически никакого ограждения. Мы буквально только оградили ленточку, поставили охрану, но, слава богу, охрана у нас много, 30 человек, но охрана, сами понимают, им надо платить, это все дорого. Поэтому многие предпочли не копить за ленточку, они, за ленточкой стояло больше народу, тысяча человек стояло за ленточкой, кто-то сидел просто у костра, звук хороший, звук, говорят в соседнем поселке, вот улик, прямо на Байкале, на железной дороге, добивал до Байкальска. Зачем как будто ездить, они сидели у костра, говорится, вполне бесплатно, и кайфовали, слушали музыку. Поэтому, хотя по большому счету, вот здесь, скажем, билетов купили тысячи человек, а так вот, по примерным прикидкам, вот здесь, вокруг, там, у пяти тысяч, где-то, по лесу, в других лагерях, вот на турбазе Байкал. Поэтому проведение, говорю, будет зависеть от отношения самой турбазы, захотят ли они где-то по-нормальному огородить какую-то территорию, как они захотят с нами сотрудничать, на каких условиях. Хотя вот сейчас, по большому счету, уверен, что им очень выгодно с нами сотрудничать. Буквально вся турбаза забита, все номера, домики. Вот смотрите, то, что вы делаете, как мне представляется, оно имеет большое значение для области в целом. И для культуры, и для работы с молодежью, и не только с молодежью. Потому что, наверное, здесь все-таки в основном средний возраст представлен, который вырос на произведениях хоро-культуры, а не еще это фемиками. Да, группа Ленинград. Да, вот какой-то молодежи, там, 15-18-летние, тут, наверное, не очень много. Ее мало. Да. Так вот, а то, чем вы занимаетесь, это нужно в области в целом. Какие у вас взаимоотношения, скажем, с департаментом культуры Иркутской области, с властями в Иркутской области, они как-то вам помогают в чем-то, что-то они делают для вас? Взаимоотношения в целом нормальные, если дело не касается каких-то материальных источников. То есть они вас любят, но бесплатно, да? Они к нам хорошо относятся. Есть еще агентство по развитию туризма Иркутского области? Да, был у нас министр Попов, мы им все показали, посмотрели, он остался доволен. Ну, я надеюсь, что все-таки мы найдем взаимоотношения с властями более такие ясные. Потому что, я думаю, и областным властям, и, естественно, выгодно, чтобы вот эта наша организация, партнерский центр, работала, развивалась, потому что мы как бы планируем не только фестивали проводить подобного года, мы уже провели еще авто-мотор-шоу, это фестиваль, который состоялся на закрытой площадке, на стадионе труд, провели его успешно. В дальнейшем мы... Это называется мотор-шоу? Да. Он постоянно проходит, да? Да, он постоянно проходит. Мы его провели, довольно известный фестиваль. Ну, это как бы база для проведения два крупнейших фестивалей. Мы как бы взяли ответственность на их проведение на себе. И дальше мы пойдем и будем проводить эти фестивали и многое другое. Будем заниматься так же байкерской темой. Потому что, как я уже подчеркивал, я байкер, и нам интересно проводить все праздничные фестивали. Открытие-закрытие байкерских сезонов, байкерские новые года, как бы. У нас есть все предпосылки, есть много знакомых, друзей в этой сфере. Мы как бы будем работать, приобщать людей. И к спорту, и к искусству, и к музыке. У нас следует все предпосылки. Замечательно. Последний тогда вопрос. Что бы вы хотели передать, сказать читателям, читателям, смотрителям, посетителям нашего YouTube-канала может быть какой-то причинный студия? Что я могу передать? Вот просто. Мне 59 лет, да. Меня интересует буквально все. И спорт, я всеми видами экстребральными спорта почти занимаюсь. Это и лыжи, и велосипед, и мотоциклы, и квадроциклы, снегоходы, горные снегоходы. Значит, гиревой спорт. Скажем, 59 лет, если поднимает рельеф по правой рукой 20 раз, я вот по соревнованиям бежал. В общем, будьте активными. Занимайтесь спортом, слушайте музыку, любите жизнь. Полежать мы успеем еще. У нас вечность впереди, ниже уровня земли, мы все там будем. А пока есть возможность как бы вести активную нормальную жизнь, ведите ее. Рок-н-ролл возвращается? Он еще жив? Он возвращается? Рок-н-ролл жив, жив и будет жить, я в этом уверен, на 100%. Спасибо большое.